так я вас всех приветствую сегодня мы с вами будем говорить можете садиться да мы сегодня будем говорить и на это и призвана церковь христова церковь божья как разрушать дела дьявола в том числе его ложь и сегодня мы поговорим о том как дьявол искусно различные божьи истины переворачивает и обращает вспять и вот сейчас вы закончили этот тест или квиз да как говорят американцы если вы знаете хорошо божье слово то в принципе вам не составляла особого труда этот тест написать потому что здесь прописаны некоторые утверждения которые распространены в мире и и может быть те утверждения которые методично дьяволом а знаете саживаются и диктуются нам как верующим и давайте мы начнем с первого утверждения у каждого человека своя правда абсолютно нет правда или ложь какой ответ правда ложь или правда так так ложь или правда кто проголосовал за ложь что это ложь кто думает что это правда и правильный ответ ложь это ложь это ложь да значит это утверждение неправильно ты правильно говоришь надюша бог его слово это абсолют но часто люди прикрываются и говорят у меня своя правда я думаю так я смотрю на это так окей дорогой товарищ ты давай придем к абсолюту но если абсолют этот человек не принимает он говорит что у него правда своя он живет по своим убеждениям ему не нужна церковь ему не нужно спасение у него своя правда и это можно очень часто слышать и дьявол эту ложь он насеивает людям что как такового абсолютно нету как таковой истины нету но мы знаем что это ложь истина у бога и так первое утверждение ложь второе утверждение быть благочестивым невозможная цель ложь ложь абсолютно правильно и так вы можете просто себе там где у вас если есть место к первому вот этому утверждению а написать так первое утверждение так сейчас секунду и первым и нет первое мы написали ложь второе ложь быть благочестивым невозможная цель это ложь потому что быть благочестивым возможно если человек с богом правда и смотрите второе послание петра 1 глава 3 4 стих как от божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия господь все сделал для нас он нам даровал а свод своих законов он даровал нам силу божью он даровал нам духа святого который помогает нам преодолевать грех через что через познание призвавшего нас славой и благостью которыми дарованы нам великие драгоценные обетования дабы через них вы соделались причастниками божественного естества то есть другими словами чтобы мы стали похожи на бога чтобы мы стали похожи на господа он нам все даровал но вопрос взяли мы это или нет приняли мы это или нет и дальше сказано удалившись от господствующего в мире растления похоти и получается что есть наша ответственность в этом тоже но часто люди говорят да невозможно стать святым невозможно быть благочестивым с богом возможно без бога конечно нет быть благочестивым невозможная цель это ложное утверждение третье утверждение грех неизбежен и он не причинит постоянного ущерба ложь ложь совершенно верно это ложь и павел он очень много рассуждал своих посланиях что одолевает грех он борется он не хочет делать то что ему диктуется да изнутри то есть была эта борьба но все равно он побеждал и мы знаем что если человек ничего с этим не делает то конечно же будет ущерб грех причинит вред сто процентов поэтому это утверждение что от греха никуда не деться как бы он есть и есть это ложное утверждение и вот в 3 а в к этому стиху мы можем сказать следующее утверждение павла в римлянах особенно 6 глава посланием римлянам что павел говорит что же скажем оставаться ли нам в грехе чтобы умножилась благодать никогда то есть есть такое утверждение чем больше греха тем больше как бы благодати господь покроет господь простит он говорит дальше мы умерли для греха как же нам жить в нем как же нам оставаться в нем неужели не знаете что все мы крестившиеся во христа иисуса смерть его крестились мы часто говорим о воскресении но мы забываем сказать что грех должен в нас умереть смерть его крестились и так мы погребли с ним крещением смерть дабы как христос воскрес из мертвых славой у отца так и нам ходить в обновленной жизни ибо если мы соединены с ним подобием смерти то должны быть соединены подобием воскресения зная что верхи наш человек распят с ним чтобы было упразднено тело греховное чтобы мы уже не были рабами греху вот это утверждение что грех он не причинит вреда это ложь грех он причинит вред но с грехом с божьей силой с божьей помощью можно бороться и только возможно это с богом следующее утверждение сатана и зло сильнее бога и в конце концов победят ложь или правда конечно же это ложь и мы можем читать римлянам 1620 бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре пока он действует на земле но конец сатаны уже прописан где слове божьем да и особенно в откровениях можно читать 20 стих 9 10 10 20 глава 9 10 стих и не спал огонь с неба от бога и пожрал их а дьявол прельщавший их ввержен в озеро огненное серное где зверь и уже пророк и будут мучиться день и ночь во веки веков то есть конец сатаны известен и когда люди утверждают да все равно зло побеждает посмотрите сколько войн сколько греха зло побеждает зло побеждает потому что очень часто люди дают ему место но мы знаем что конец сатаны определен пятое утверждение если у вас было плохое прошлое у вас может быть только плохое будущее ложь однозначно ложь и мы с вами все свидетели тому когда может быть из нашего прав плохого прошлого господь вытаскивает господь дает новое будущее господь дает новую жизнь и слава ему за это в подтверждение второе послание коринфянам 5 17 и так кто во христе тот кто новая тварь творение древнее прошло теперь все новое мы остались прежними у нас не поменялась внешность мы не омолодились там да как от ботокса но внутри да все равно произошло изменение когда на самом деле бог касается нас это не значит что все это старье но остается до происходит у кого-то быстрее у кого-то медленнее процесс но бог очищает нас и и вопрос к вам вы такие ли же как были пять лет назад или десять лет назад мы меняемся с вами меняемся каждый день и господь изменяет потому что он творит все новое он меняет нас очищая посредством слова своего духа своего правда да и аминь окей то есть пятое утверждение ложное шестое ты не можешь контролировать свои чувства вины и страха гнева или депрессии психические клиники до для людей с психическими отклонениями переполнен люди в депрессии люди в неконтролируемом гневе которое можно усмирить только лекарствами правда это или нет подумайте хорошо правда окей ты не можешь контролировать свои чувства вины окей кто за то что это правда что ты не можешь контролировать самостоятельно не можешь окей ты не можешь контролировать чувство вины страха гнева или депрессии кто согласен что это невозможно без если вот просто правда ли ложь и правильный ответ ложь ложь и давайте посмотрим что по этому поводу говорит писание и так когда человек говорит ну не могу я себя контролировать ну по убивал бы всех или по убивала ну не могу я просто справиться не могу я справиться с чувством страха она меня душит держит и так далее смотрите послание ефесянам четвертая глава двадцать пятый двадцать седьмой стих посему отвергнув ложь говорите истину каждый ближнему своему но мне не нравится говорить истину я люблю приукрасить я люблю соврать нет если ты божье дитё никаких здесь нету отговоры потому что мы члены друг другу гневаясь не согрешайте солнце да не зайдет во гневе вашим и не давайте место дьяволу то есть когда мы эти вещи попускаем мы дьявола приглашаем свою жизнь но это возможно контролировать и конечно же да возможно контролировать только с божьей помощью и следующее смотрите сказано что страх сказано в любви нет страха 1 иоанна 4 18 но совершенная любовь изгоняет страх потому что в страхе есть мучение и так это утверждение лживо когда человек говорит что я не могу это никак контролировать да ты сам не можешь с божьей помощью можешь олег дай свете листочек вот там лежал света мы делаем сейчас контрольную работу тест и так значит это ложь возможно контролировать гнев гнев вот там есть возможно контролировать страх возможно бороться с депрессией ну конечно же с божьей помощью возможно возможно люди пытаются сделать это и без бога но как правило там короткие такие результаты но освободиться возможно и господь призывает чтобы этого не было в нашей жизни то есть никаких экскьюзов никаких извинений он не принимает когда мы говорим у меня такой темперамента к седьмое седьмое утверждение как вы думаете вы никогда не сможете простить тех кто вас обидел можно ли простить или невозможно и так что мы здесь поставим ложь или правда ложь или правда седьмое утверждение ложь кого бы то ни было обида есть обида что думаю кто за то что седьмое утверждение ложь поднимите руки кто за то что это правда вы никогда не сможете простить если вас обидит света ложь или правда 50 50 до и правильный ответ ложь можно простить можно простить нужно и нужно и матвея 6 глава 14 15 стих ибо если вы будете прощать людям согреться решения и кто простит и вам отец ваш небесный а если не будете прощать людям согрешения их то и отец небесный не простит вам согрешений ваш вау очень сильно очень сильно мы рискуем мы рискуем нашими отношениями с господом нашим спасением когда мы кого-то не прощаем восьмое утверждение ложь или правда если вы не ставите себя на первое место в жизни вы будете несчастны ложь или правда ложь на первом вместе нас бог и правильный ответ ложь марка 935 и 7 призвал 12 и сказал им кто хочет быть первым будь из всех последним и всем будь слугою вот кто первый первенствует и вот кто счастлив в царстве божьем девятое утверждение жить мирской греховной жизнью веселее чем жить для бога ложь или правда ложь ложь ну вы же жили веселой жизнью друзья как она проснуться утром после гулянки как она хорошее чувство удовлетворение счастье веселая жизнь у нас было ну что же обманчивое счастье обманчивое правильно ниночка ну что правда или ложь ложь совершенно верно и вот про мирскую веселую жизнь что здесь можно сказать ибо корень всех зол есть сребролюбие которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами подвергли себя многим скорбя мир подвергая человека скорбя жить мирской греховной жизнью это обманка что это веселее потому что рано или поздно приходит горечь приходит пустота 10 стих чем больше у вас материальных накоплений тем счастливее вы будете приносит ли богатство счастья ложь ложь не приносит до совершенно верно ложь и здесь очень хорошая притча иисуса она написана в евангелии от луки и она написана сейчас скажу 12 глава с 15 стиха давайте мы освежим в памяти при этом сказал им иисус смотрите берегитесь любостяжание ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имение и сказал им причем он у богатого человека был хороший урожай в поле и он рассуждал сам собой что мне делать некуда мне собрать плодов моих и сказал вот что сделаю сломаю жидницы моей и построю больше и соберу туда весь хлеб мой и все добро мою вы знаете это напоминает мне меня в некоторых случаях когда мне уже некуда девать вещи я собираюсь покупать новую полочку или новый шкафчик и тогда мало приходит и отрезает лена возьми лучше гарбичный мешок и выброси это на гарби чем покупать вот этот богатый человек точно так он хочет построить больше из-за грома да и скажу душе моей душа то есть он находит как бы в этом счастье радость душа много добра лежит у тебя на многие годы покойся да успокойся ешь пей веселись но бог сказал ему безумный всю ночь душу твою возьмут у тебя кому же достанется то что ты заготовил так бывает с тем кто собирает сокровища для себя они в бога богатей то есть у бога свои стандарты сокровища небесные да это то что написано в нагорной проповеди да это заповеди блаженства которые иисус говорил это совершенно ничего общего не имеет вообще с материальными благами с материальным каким-то достатком и то что цена у бога очень часто может быть даже совершенно не ценно в этом мире и это духовные ценности поэтому материальные накопления не приносят счастья человеку и вот первое послание дальше тимофею 6 6 10 там именно это и сказано о том что желающие обогащаться они впадут в искушение в сеть и различные вредные похоти которые погружают людей в бедствие и пагубу то есть эти вещи не приносят счастье 11 утверждение то что вы смотрите читаете делаете для развлечения не оказывает на вас никакого воздействия ложь или правда ложь ложь меня бабушка и дедушка верующие я хожу на все праздники в церкви но если я немножко посмотрю порнографии но немножко посмотрю фильмы ужасов но немножко там посижу я не знаю в социальных сетях что я потеряю свое христианство это как-то на меня повлияет это правда влияет очень даже повлияет и так 11 11 утверждение ложь или признай дерево хорошим и плод его хорошим или признай дерево худым и плод его худым ибо дерево познается по плоду если ты сеешь свое сердце мир если ты сеешь грязную воду которая несется с интернета с экрана телевизора не думаю что ты станешь апостолом павлом совершенно нет потому что то что сеется то и будет давать рост правда если мы забрасываем как бы плохую пищу то мы не можем ожидать что мы будем хорошей физической форме почему же в духовном законе это будет по-другому точно так если мы забраться в нашу душу грязную грязную пищу для нашего сердца она не принесет нам никакого блага она не увеличит нашу веру она еще больше посадят down и она просто украдет наше предназначение нашу жизнь нашу веру окей и вот как раз об этом он говорит иисус говорит матвея 12 33 37 он говорит к фарисеям которые они вот именно так на эти лицемерили и двуличество ли он говорит порождение ехиднины как вы можете говорить доброе будучи злы мы знаем что эти люди да они были красиво одеты они вроде бы были учителями закона но в сердцах их было уже вот это грязная грязная пища отрава было это как он сказал что вы как гробы и полны внутри просто уже мертвых костей ибо от избытка сердца говорят уста добрый человек из доброго сокровища выносит добрая слова божья почитаю я послушаю проповедь и что-то сдвинется в моем разуме что-то сдвинется в моей душе я взял из доброй сокровищницы и вынесу добрая а сказано злой человек если у него уже есть это злая пища и злого он вынесет и станет еще злее и говорю вам что за каждое слово которое скажет люди дадут они ответ в день суда от слова оправдаешься на слов осудишься и знаете что может быть добрая что может быть хорошая если человек сеет в себя мир если человек сеет в себя негатив какой-то конечно же она рано или поздно прорастет и последнее утверждение после этого до настоящее время настоящее время это идет в разрез с этим здоровье если у тебя нет денег ты умрешь к сожалению мы живем в государственной системе в которой медицинское обслуживание медицинский сервис не всем доступен но есть определенные законы питания жизни правильный сон правильная еда правильные занятия может быть спортом правильное отношение к храму духа своего святого они дают залог здоровья правда но если человек эти все правила не соблюдает конечно придет потом определенная болезнь или расплата ли так далее я думаю что знаете с деньгами далеко не все кто имеет так же много денег они здоровы вам согласитесь правда деньги не спасают и не гарантируют здоровье есть что-то другое есть правильное отношение к своему храму есть вера в бога правда есть пост и молитва есть разборчивость в питании правда конечно никто там не говорит что этими там питаться там я не знаю супер дупер какими-то там морепродуктами или что аллея хочет что-то сказать миллионер умирая спрашивал кому дать деньги свои чтобы быть здоровым дети дети болеют дети болеют дети болеют знаете много причин для этого и может быть непонятно и если есть деньги выздоравливает всегда не всегда новых зарабливаю я думаю что очень все таки в болезни сильно духовная подоплека и сильно а все-таки вот отношение к своему телу правильно знаете сейчас даже я хочу сказать что у нас вот поменялся график тоже как мы сейчас стоим в 6 утра да потому что в школу все и конечно это заставляет ложиться раньше спать и вы знаете насколько вот я просто проследила изменения даже в собственном самочувствии во-первых насколько ты можешь сделать в течение дня это отдельная тема во вторых насколько лучше когда ты ложишься раньше спать ну кажется простая вещь то но до 12 часов час идет за два мне мама все время этим как бы стимулирует что вложитесь до 12 часов и вы высыпаетесь вы больше имеете времени чтобы поспать казалось бы мелочь вообще мелочь но это не мелочь потому что все процессы гормональные все процессы которые отвечают за различные вещи они совершаются именно до 12 и когда мы крадем это время не даем организму отдыхать но что как говорится пенять потом на кого-то да знаете это все очень и очень относительно богатые люди тоже болеют тоже умирают есть люди совершенно как бы может быть бедные простые которые живут там где-то в горах там и не знаю питаются там козьим сыром молоком там не знаю грушами яблоками и живут до 100 больше лет то есть я думаю что в этом нету нету какой-то вот такое знаете правило что богатство она дает здоровье но мне кажется даже богатство заставляет больше волноваться и стрессовать правда окей 12 утверждение после этой жизни ничего не будет падай поэтому то что вы делаете сейчас не имеет никакого значения в будущем ложь и правда ложь 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 сами сказано как человеком евреям 927 как человеком положено однажды умереть а потом суд то утверждение господня и каждый человек предстанет пред господом даст ответ за все свои дела теперь переверните листочек и это будет хорошее спасибо за всем кто участвовал в тесте света первые вот там пять вопросов ты можешь сама ответить уже ответила и что у тебя получилось все ложь то и так все 12 утверждений они лживыми сатана отец всякой лжи сегодня мы поговорим о некоторых моментах которые вот именно сатана он используют таким образом и они как бы общеизвестны в мире и их пытаются пропихнуть и в церковь эти утверждения вот это всего лишь я вам дала пример как может сатана просто методично сеять эту ложь в умы людей и так евангелие от иоанна 8 44 ваш отец дьявол и вы хотите исполнять похоти отца вашего он был человека убийца от начала и не устоял в истины ибо нет в нем истины когда говорит он ложь говорит свое ибо он лжец и отец лжи итак друзья мои если мы не хотим быть детьми дьявола в следующий раз когда вам захочется что-то приврать приукрасить что-то может быть сказать не так как она есть сразу задумайтесь кто мой папа мой папа отец небесный или я буду унижаться уподобляться сатане сатана собрал с первого своего просто вот этого решения возвыситься над богом это было конечно гордость и потом он это успешно продолжал в эдемском саду когда он соврал ели то когда он ей сказал нет не умрешь твой папочка да господь он что-то утаила тебя съешь этот плод ты раскроется тебе знание ты станешь подобной ему и то есть вот эта ложь она была самого начала и сегодня ложь тоже популярна и когда вот говорится что у каждого своя правда нет совершенно не так есть абсолют есть божья истина и когда говорят что каждый живет своей правдой и часто говорят ну твоя правда она не такая как моя да может быть вы слышали что-то подобное но это не так есть абсолютная истина абсолютная правда она записана в слове божьем и так первая ложь которая пропихивается и успешно пропихнулась и обеспечила холокост миллионам младенцам это то что жизни как таковой души в зачатом ребеночке нету и аборты это ложь дьявола которая сейчас прикрывается таким выражением my body my choice что женщина может выбирать закончить жизнь внутри нее этого человечка маленького или нет мое тело мой выбор но это ложь дьявола это перевернуто а дьяволом просто извращено и это все просто имеет корни в эгоизме в ненависти вот именно к жизни это не диктуется любовью никакой свободой и самое главное что подоплека аборта это большая буква я когда человек это женщина или мужчина кто там отец ребенка